Первая победа русских над монголо-татарами В истории есть даты и события, которые являются ошибочными. Так вот, один из таких случаев является указание первой победы русских воинов над монголо-татарами. Историки говорят, что она состоялась в августе 1378 году, около Рязани, на небольшой реке Вожа. Но есть достоверные источники, которые говорят об этом неправильном рассуждении. Взятие Казани в первый раз. Почему же битва на реке Вожа получила такую незаслуженную честь? Ученые-историки связывают это с тем, что тогда войском русских командовал князь из Москвы Дмитрий Иванович, который стал знаменитым полководцем под фамилией Донской. В течение нескольких лет он одержал большое количество побед против татар, и одной из них стала Великая Куликовская битва. И поэтому сражение под Рязанью стало началом его громких подвигов, когда он неоднократно побеждал монголо-татарскую армию. Чтобы быть более справедливым к истории, то период с 1376 год по 1382 следует просто воспринимать как один из этапов длительного противостояния Руси и Золотой Орды. Началом этой большой войны можно считать взятие Казани русской ратью в середине марта 1376 года, когда еще не было образовано ханство. Данное место находилось тогда на землях Волжской Болгарии, которые находились под правлением татар. Весной московский князь соединился с войском из Суздаля и начал наступление на Казань. В результате город сдался и стал подчиняться приказам Дмитрия Ивановича. Но это еще не было первой победой над монголо-татарами. Лет за 10 до побед Дмитрия Донского Мурза Булат-Темир из Золотой Орды самовольно совершал набеги на мордовские земли, а также на территорию, где управил князь из Нижнего Новгорода Дмитрий Константинович. Русскому князю надоели те вечные походы монгольского воевода, и он собрал свою дружину и разбил отряд Булат-Темира около реки Пьяну. Сам глава татар успел сбежать к себе в Орду, но его там встретили очень недружелюбно. Его уничтожили по распоряжению хана Азиса, который равнялась тогда приказу Мамая. А еще два года назад до этого войско под управлением князя из Рязани Аляга разгромили несколько отрядов Тагая, который тоже своевольничал на мордовской территории. Но этим двум битвам суждено было затеряться в летописях истории, так как их военачальники не оказались известными персонами, в отличие от князя Дмитрия Донского. Победа войска из Твери Победа Тверичи над монголами осталась в стороне, которая произошла в чистом поле, а не в городе. В 1318 году монголы решили отобрать борозды правления у князя Михаила Ярославича в Твери, и поэтому послали свое войско во главе с Кавдыгаем на пару с князем из Москвы Юрием Даниловичем, который должен был управлять этим городом после его захвата. 22 декабря два войска сошлись в кровопролитной битве в 40 километрах от Твери. Монгольское войско было разбито, остатки воинов подали с бегства обратно на свою родину. Князь Юрий в этом сражении погиб, но в плен к русским попала его жена Агафья. Карамзин написал последствия об этой битве, что большое количество жителей стояло издали, и смотрел на данное сражение, молясь при этом за победу русских. Эта победа спасла многих граждан от гибели и рабства. Они просто плакали от счастья, что спасены от татар. Сражение Тверичи с Солотой Ордой было задолго до победы Дмитрия Донского, почти за 60 лет раньше. Но все равно историки и летописцы победу Твери принизили, хотя она действительно должна считаться первой в историографии России.